Я Алексей Гончаренко и со мной в студии из нашего офиса в Минске Алексей Шишко. Алексей Шишко это гуру в области маркетинга, дизайна, рекламы и даже архитектуры. Первый вопрос сегодня к обсуждению это бренд 7up. Вот он входит в топ-3 брендов компании PepsiCo. И тоже 7up недавно сделал ребрендинг и представили обновленный логотип, обновленные цветовые палитры, обновленные решения для упаковки. Алексей, что ты думаешь по поводу 7up? Что касается 7up, однозначно могу сказать, что сработали дизайнеры примерно как и с Pepsi в таком же правильном ключе. Они сохранили идентические цвета, то есть главные цвета брендовые, которые в принципе помогают с расстояния определить, что за бренд, даже не видя самого бренда. То есть основной бэкграунд зеленый, салатовый, то есть все, что связано с такой энергией, биоэнергией. И красная точка, то что является такой главной точкой в бренде. В принципе абсолютно грамотно и тут придираться сложно. Хочется придраться хоть чему-то, может быть красная точка перестала быть такой красной, или еще что-нибудь случилось. Давай ложку дегся, нельзя всех хвалить, Алексей. Ну почему нет? Ну есть связка, конечно, с белорусским флагом. Красно-зеленые цвета, есть момент такой. Вот, ну наконец-то, наконец-то, да. У многих, скажем так, есть оскомины. Опять же это флаг Италии, это цвета Татарстана. То есть я, если так глобально мыслить, кому что нравится. Это все говорит нам, это какая-то теория заговора, она тут может быть или нет? Вообще два цвета абсолютно противоположные в палитре, в цветовой палитре. Их, как правило, очень аккуратно с ними поступают художники, дизайнеры, потому что это не всегда получается, особенно красный и зеленый. Ну в данном случае зеленый стал таким зеленым, который замечательно является дружелюбен к красному. Это очень грамотно сделано. Ну да, и плюс они разбавлены белым, но дополнены белым. Ну белый не цвет, на самом деле, понятно, но тем не менее, как перебивка работает очень хорошо. Да, абсолютно верно. То есть это закон такой, по которому многие бренды строятся, значки, логотипы, когда в центре более яркое пятно, ну как-то уже BP, скажем, яркое пятно, как у Texica, то есть белое изображение, дальше идет красное, цветное, то есть по затуханию. Эффект звездочки светящейся, лампочки появляется. Такой маячок, маячок, да? Да, очень здорово. А скажи, вот правильно я понимаю, что здесь тоже использован принцип пропорционального соотношения 60-30-10, то есть условно там 60% территории бренда отдано под зеленый цвет, 30, наверное, под белый и 10 под красный, ну для акцентов. Есть здесь или это я придумываю сейчас? Это ты уже умничаешь, нет тут никаких процентов, дизайнер проценты не считал. Делали просто, чтобы было красиво. Еще один бренд, о котором мы хотим поговорить сегодня, это бренд Fanta. Fanta это один из самых сильных брендов в портфеле Coca-Cola, как вы знаете. И Fanta также недавно провела ребрендинг, изменив систему идентификации, поменяв не сильно, но поменяв логотип и немного доработав фирменные цвета. В принципе, ничего радикального Fanta не сделала, но при этом ребрендинг был обозначен, и бренд еще чуть-чуть помолодел, стал еще чуть более озорным, еще чуть более дерзким, резким и молодежным. Ну, мое мнение, это тот случай, когда хотели, но не смогли. То есть, что-то хотелось изменить к лучшему, но да, изменилось. Я думаю, что задача была выполнена, был освоен бюджет, потрачены деньги, все окей. Но при этом мы видим тот же самый логотип, в котором поменялась буквально одна точка в букве А. То есть, мы видим ту же самую палитру, яркую, цветную, которая у меня лично вызывает сомнения. Такого, знаете ли, гендерная тема, она, конечно, модная. И вся эта вот веселая радуга, это, конечно, здорово. Но как-то, когда оно все вместе стоят, все эти напитки, очень странно смотрится. То есть, они тебе, для тебя это перебор, да, по цветам. Но ведь это же, на мой взгляд, это отражение палитры, ну, ассортимента фанта. И фанта очень много. Это у нас, условно говоря, там фанта апельсиновая, а есть еще фанта, там, фанта виноградная, фанта грейп. Есть еще какая-то лимонная, наверное. Я просто не очень пью напиток. Но в целом мы знаем, что палитра огромная. Может быть, они и для этого сделали такую штуку? Да, но просто взять и захватить всю палитру, вытянуть все цвета до максимальной яркости. Ну, что здесь особого? При этом теряется считывание бренда основного. То есть, да, чтобы не терялся бренд, они написали максимально большими буквами, дубовыми буквами фанта, которые не меняются, опять же, до сих пор. Конечно же, только слепой не заметит логотипа. Но при этом вот это, такой яролаж, ну, как бы, да, это для детей, для молодежи, окей. Но, как бы, бренд, скажем так, серьезности бренда здесь нет. Ну, то есть, с твоей точки зрения, здесь идет заигрывание уже совсем юной аудитории, да, и понижение порога целевой аудитории. То, что мы видим из дизайна. То есть, бренд стал еще более юным. Наверное, это хорошо с точки зрения маркетинга, с точки зрения, возможно, каких-то установок бренда. Но не факт, что это хорошо с точки зрения, там, дизайна, например. Да, бренд стал для всех. То есть, когда ты пытаешься сделать для всех, угодить всем, то эта работа становится слабой. Я соглашусь с той точки зрения, что, да, бренд стал более молодежным, еще более молодежным. Хотя, казалось бы, куда уже помните, те, кто олды, помнят рекламу про «Остановить поезд». А Макс открыл еще фанта, я остановил крутейший автобус. Ну, я снова фанта и тормознул поезд. Пригинь, а Максу и этого мало. И он решил, что теперь можно все. Я на него глаза это не держу. Вот. Но бренд стал еще более молодежным, еще более юным. И при этом отчасти начал терять свою идентичность, потому что он становится, как все, как многие другие бренды в этой молодежной, юной категории. Он начинает, по сути, в дизайне, в брендинге себя размывать. Ну, возможно, такое осознанное решение было сделано. Я думаю, что были проведены десятки исследований, изучили рынок, изучили аудиторию. Наверное, это осознанное решение, но мы, наверное, Алексей, с тобой скажем, что нам это не так сильно нравится. Стоит заметить, что Pepsi Cola или Coca-Cola или тот же Seven Up они не менее молодежные, чем фанта. То есть там те же задачи, та же аудитория. Вы можете выразить свое мнение по поводу наших обсуждений, можете написать какой-то вопрос, который у вас есть по дизайну, можете что-то предложить нам для обсуждения, мы будем очень рады. С вами был я, Алексей Гончаренко, и мой коллега, гуру и чемпион мира в области дизайна Алексей Шишко. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok